Всем привет! Людей можно считать самыми умными и сильными существами на планете, но невозможно быть самыми лучшими абсолютно во всем. Разные животные, живущие на нашей планете, приобрели много способностей, которые позволяют им жить и развиваться в различных условиях. Сегодня мы разберем 10 удивительных качеств животных, которых они превзошли человека. Сила. Да, люди считают себя самыми сильными, но некоторые животные превосходят нас в тысячи раз. Такое насекомое, как навозный жук, способен перемещать предметы, вес которых в 1141 раз превосходит вес его собственного тела. С виду такие предметы могут показаться нам мелкими, так как жуки очень маленькие. Только представьте, если бы человек обладал такими же возможностями, мы смогли бы поднимать почти 73 тонны. Если говорить о самом большом весе, то на первом месте окажутся африканские слоны. Эти огромные существа могут перемещать грузы весом более 9 тонн. Для этого они используют свои мощные хоботы. Их хобот состоит из десятков тысяч мышечных волокон. Это позволяет слонам поднимать огромные предметы. Такие маленькие существа, как жуки и муравьи, обладают такой силой потому, что в животном мире существует закон, согласно которому, если сократить в два раза длину живого организма, то его объем и вес уменьшается в 8 раз, в то время как поперечное сечение мышц только в 4. То есть, чем меньше длина живого существа, тем большее соотношение поднимаемого груза к его собственному весу. Скорость. Что касается скорости, то здесь, в отличие от силы, маленьким животным похвастаться нечем. Например, один из самых быстрых бегунов на планете смог за беги на 100 метров развить скорость 44 км в час, а гепард развивает вдвое большую скорость всего за 3 секунды. Одними из самых быстрых живых существ являются птицы. Сапсан может лететь со скоростью до 355 км в час. Электропоезд Сапсан способен развить скорость до 350 км в час. В этом мы видим невероятную схожесть с животным миром. Сапсану приходится летать с такой необыкновенной скоростью, чтобы быть способным перехватывать в полете других птиц. Помогают ему редкое сочетание тонких перьев, остроконечных крыльев и хорошей аэродинамики формы тела. Работоспособность. Думаю, все согласятся с тем, что люди далеко не самые трудолюбивые существа. Наверное, мы все слышали выражение «работает как пчела». Некоторые пчелы работают всего несколько часов в день, но есть и те, кто работают больше 12 часов в сутки. Рабочие пчелы заняты и днем, и ночью. У них нет ограничений, основанных на экологических и временных факторах. Эти пчелы могут и ночью продолжать работать над такими задачами, как охлаждение гнезда с помощью своих крыльев, уход за сотами и, конечно же, у них есть перерыв на обед. Муравьи являются еще одним ярким примером работоспособности. Муравейники каждый имеет свою задачу. Одни защищают, другие собирают еду. Работа у муравьев не только тяжелая, но и длительная по времени. В отличие от большинства из нас, после тяжелого рабочего дня муравьи-работники получают лишь 4-5 часов сна. Но это не двух-трехчасовой сон. Эти неутомимые рабочие имеют сотни коротких промежутков для сна. Возможно, с этим связана небольшая продолжительность их жизни. Адаптация Люди способны адаптироваться почти к любым условиям, но мы это делаем в значительной степени благодаря нашим технологиям. У животных нет возможности создать все это своими лапами. Таким образом, на протяжении многих тысяч лет им приходилось адаптироваться. Классический пример адаптации – способность к перелетам. Пока обезьяны качались на ветках и прыгали по деревьям, некоторые животные нашли более простой подход – полеты. Способность к перелетам имеет большое значение для тех животных, которым приходится мигрировать на большие расстояния. Зрение Животные и здесь опережают нас. Не поймите меня неправильно. У людей есть невероятное оптическое оборудование. Помимо контактных линз и очков, мы создали телескопы, дающие нам возможность видеть на огромные расстояния. Однако в повседневной жизни все это оборудование не способно абсолютно компенсировать все наши недостатки. Скорее всего, наше слабое зрение связано с тем, что людям больше не нужно для своего выживания бродить по широким открытым зонам. Существам, таким как птицы, сильное зрение остро необходимо. Они должны суметь заметить свою добычу задолго до того, как добыча увидит их. Классическим примером животных с замечательным зрением являются орлы. Даже самые близорукие орлы видят в четыре раза лучше, чем обычный человек. Самые же зоркие из них видят в восемь раз лучше нас. По примерным оценкам, орел может увидеть кролика на расстоянии до пяти километров. Слух Хотя мы выглядим намного красивее, чем летучие мыши, мы определенно проигрываем этим рукокрылым по части слуха. Слух у них настолько тонкий, что он почти полностью компенсирует им отсутствие зрения. Когда летучая мышь путешествует по пещере, она издает скрипучие звуки, которые отражаются от каменных сводов. Животное использует эту информацию для ориентации во время полета. У многих видов животных наблюдается такое явление, когда отсутствие одного из физических чувств усиливает другое. В случае с летучей мышью, недостаток зрения означает, что у нее менее развита та часть мозга, которая отвечает за зрение, но зато больше развита часть мозга, отвечающая за слух. Интеллект Наш интеллект невероятно развит. Мы можем петь, писать, разговаривать. Тем не менее, наши, казалось бы, менее умные соседи, способны нас разбить по многим категориям. К примеру, почтовые голуби. Эти малыши могут улететь за 1700 километров и найти свой путь домой без всяких навигаторов и маяков. Самое удивительное, что для определения своего местоположения они могут использовать кристаллы магнетита, расположенные у них между мышечными волокнами головы и шеи. Слоны не кажутся нам слишком умными, но они тоже способны удивить. Слоны способны отличать представляющие для них угрозу людей по их запаху и цвету одежды. Бои На протяжении веков развивались всякие технические новинки, начиная с мушкетов и заканчивая современным оружием. Люди действительно довели боевую технику и методики самообороны до невероятно высокого уровня. Однако в животном мире все это происходит намного грубее. В подводном мире кальмары просто стреляют чернилами в своих противников. Однако это не самый экстремальный пример. На первый взгляд, техасская рогатая ящерица кажется обычной ящерицей с грубой чешуйчатой кожей и с шипами на спине. Тем не менее, вы очень сильно ошибаетесь. Эта ящерица умеет пускать кровь из своих глаз. Хотя практичность этого приема сомнительна, поражает то, что ящерица может это делать по своему желанию, когда сочтет необходимое. Коммуникации Возможно, сидя перед экраном и смотря этот ролик, вы думаете, что человечество достигло предела коммуникации. Горбатки Это очень маленькие насекомые, которые питаются соком деревьев. У них есть природная способность перерабатывать эту жидкость в сладкий сироп. Этот сироп очень любят ящерицы гекконы. И на основании этого между горбатками и ящерицами установилось взаимопонимание. Когда геккон встречает горбатку, он может попросить сироп с помощью покачивания своей головой. Получив запрос, горбатка выделяет сироп для ящерицы. Муравьи общаются с помощью ароматических химикатов. Используя свои антенны, они могут обнаружить эти химические вещества, оставленные другими муравьями. Причем каждый из них действует как своеобразное сообщение. Внешний вид Нам часто кажется, что отдельные представители животного мира выглядят некрасиво. Близкий взгляд на бабочку или муравья пугает некоторых людей. Но существуют и другие животные, которые нам кажутся невероятно симпатичными. Такие детеныши животных, как цыплята, птенцы или крольчата, всегда вызывают восторг. Возможно, это связано с их сходством с человеческими младенцами. Большие глаза, округлое лицо и маленький рост. Некоторые животные способны вызвать удивление. Синий дракон Это чудо природы, имеющее две окраски с разных сторон. Одна сторона похожа на мерцающую с серебром поверхность океана, а другая соответствует синему цвету океанической воды на глубине. Это маленькое существо способно охотиться на гораздо более крупных животных, например, медузу. Это может быть связано с тем, что его укус по силе не уступает более крупному противнику. К сожалению, многие из этих великолепных существ находятся под угрозой исчезновения. Это может быть связано с множеством различных факторов. Но верно одно. Мир без этих красивых животных был бы более грустным. Если вам было интересно узнать много нового о животном мире, не забудьте подписаться. Вы даете мне мотивацию делать новые интересные видеоролики. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!